Доброе утро, друзья! Общественное движение помощи бездомным животным Дай Лапу отпраздновало 10-летний юбилей. Да, и в отличие от нас, Марина, связь несовершенна, но мы все починили, не благодарите. И прямо сейчас с нами на прямой связи из Ургута председатель правления регионального общественного движения помощи бездомным животным Дай Лапу Александра Нуреева. Александра, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Отлично! Прежде всего, мы вас поздравляем, конечно, с юбилеем. И хотелось бы, скажем так, окунуться еще раз в атмосферу этого замечательного праздника. Расскажите, как все было? Ой, было все потрясающе. У нас было очень много гостей, было много подарков, волонтеров. Мы собрались, наконец-то, нашей большой командой. Ну и, конечно, очень значительная дата. И мы все были рады, что 10 лет мы все вместе и помогаем хвостатым. Кстати, у нас еще был большой юбилейный торт не только для людей, но и для собак. Потрясающе. Потрясающе. Потрясающе полезный. Как раз про подарки для хвостатых мы и хотели спросить. Сладкий торт, то есть, был? Не сладкий, а полезный. Это был печень и овощи. Мы бы сами такое попробовали. С печенью и овощами, но с овощами, да. Александр, это здорово. Но мы также знаем, что вам есть чем порадовать югорчан, не только хвостатых. Не тяните, сообщайте скорее нам главную новость. Да, главная новость была, что мы строили, строили и наконец-то достроили наш информационно-коммуникационный центр «Дом волонтеров». Первого числа мы его открыли. И сейчас, собственно говоря, немножечко еще какие-то работы ведутся. Но уже у нас есть дом. Представляете, наша команда, в общем-то, тоже 10 лет была такая бездомная. А теперь есть место, где мы сможем принимать гостей, по этим вкусным чаем, рассказывать о нашей работе. Принимать коллег из других регионов и из других городов Югры. Это, на самом деле, потрясающе большая работа и потрясающе крутая новость для нас. Ну и благодаря чему все это получилось. Была такая большая стройка. Получилось это все благодаря фонду президентских грантов, благодаря компаниям, многим в Сургуте. Нам помогала «Газпром Трансгаз Сургут» и «Сипромстрой». И помогала школа с углубленной трудовой подготовкой, которые сделали совершенно потрясающие вещи для котейшной. Рассказывать, да, что там будет у вас? Конечно. Мы сидим внемлем просто, молчим, слушаем вас. Рассказывайте. Значит, внутри у нас будет, во-первых, это двухэтажный дом. Мы только что видели, это не дом, это целый коттедж. Да это коттедж для приема официальных делегаций. Если вы даже захотели туда вам заселиться. Да, посмотреть, потрогать. Приезжайте, приезжайте, у нас, правда, очень уютно. Так вот, на первом этаже у нас будет гостиная, в которую мы с вами будем пить чай, когда вы приедете. Будет ветеринарный небольшой такой пункт для осмотра животных, потому что это же на территории Центра помощи бездомным животных переправа, где живут 75 собак. Ну и на втором этаже у нас будет кота-кафе котейшная, где будут жить котиками, с которыми можно приходить, общаться, ну и, конечно, забирать их домой. Александра, а теперь напомните, куда приходите, куда мы, собственно, с Никитой приедем. Адрес, наверное, как же есть какой-то, да, Витя? Ну, точного адреса у нас пока нет. Мы еще не ввели дом в эксплуатацию. Но ориентир – это улица Базовая, напротив компании Мерковки. Это в городе Сургуте. Сбор у нас по субботам и воскресеньям всех желающих, кто хочет к нам приехать в гости и пока не знает адрес. На 30 лет Победы 74 около гипермаркета Лента в 10 часов утра. Приезжайте обязательно, гуляйте с собаками, заряжайтесь позитивом, получайте потрясающие эмоции. Ну и когда у нас заедут котики, конечно, приезжайте еще и к котикам. Скажите, Александра, вот на календаре уже октябрь, а это значит что? Правильно, уже очень холодно и еще холоднее, в принципе, впереди будут. Как неравнодушные граждане могут помочь хвостатым, усатым, полосатым? Да, сейчас. Да. Вы знаете, у нас буквально вот с сегодняшнего дня, так получилось, начинается акция «Зима уже здесь». Мы будем собирать средства на сено, корма, крупы для животных, потому что сейчас мы уже начнем варить каши, то есть это будет не только сухой корм в рационе животных, но и теплые, питательные, наваристые каши. Как можно помочь? Можно принести корма в пункты сбора, можно привезти корма на прогулки, то есть это сухие корма, влажные корма для собак и кошек, крупы, сено обязательно, потому что мы уже утепляем вольеры и будки сеном, для того, чтобы собакам было не холодно и комфортно. Ну, или перевезти, собственно говоря, средства, мы собираем только на официальные реквизиты движения, никаких личных карт. Собственно говоря, зима уже здесь, сайт daylapu.ru.com, и можно помочь финансово, если вы не готовы приехать к нам пока и привезти корм физически. Ну, я думаю, так или иначе, все горожане откликнутся, никто не останется равнодушным. Александр, прямо сейчас у вас есть уникальная возможность поздравить всех с этим замечательным, красивым, круглым праздником. Еще раз поздравляем всех, кто... У нас большое сообщество. Огромная благодарность всех, кто нам помогает. Люди, компании, чиновники, администрации города, правительства, округа. Спасибо большое за вашу помощь. И только благодаря вам мы смогли проработать 10 лет и смогли помочь более 4 тысячам животных. Это здорово. Александра, спасибо огромное вам за беседу, ваши добрые, бескорыстные дела. И обязательно ждите нас с Никитой на печеночный тортик. И на чай. Договорились. До свидания.